В Китае растет спрос на необычные игрушки. В сингапурском зоопарке семья Пант отметила двойной праздник. 13-й саммит БРИКС состоялся онлайн. Тема видеоконференции на высшем уровне – 15-летие БРИКС, пятистороннее сотрудничество в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса. Встреча прошла под председательством Индии. Тема, которую мы выбрали на этот год, демонстрирует именно такие приоритеты. Укрепление сотрудничества БРИКС на основе преемственности, консолидации и консенсуса. Эти слова действительно являются в каком-то смысле фундаментальными принципами нашего партнерства. В этом году, несмотря на вызовы, связанные с коронавирусом, было проведено более 150 встреч БРИКС, 20 из них – министерские встречи. Нарендра Моди заявил, что сотрудничество стран БРИКС развивается не только по традиционным направлениям. Недавно впервые состоялся цифровой саммит БРИКС. В ноябре пройдет встреча руководителей министерств, которые занимаются водными ресурсами. Также премьер-министр отметил принятый недавно план действий БРИКС по борьбе с терроризмом. Особое внимание лидеры государств уделили кризису в Афганистане. Руководители России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР призвали воздержаться от применения насилия и урегулировать ситуацию мирным путем. Убежден, что залог мирного поступательного развития международных отношений в том, чтобы обеспечить существование государств с разными политическими и социальными системами, собственными национальными интересами и духовно-нравственными ценностями. Но при обязательном соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в уставе ООН, включая невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитетом. Активное взаимодействие страны БРИКС ведут и в борьбе с пандемией коронавируса. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин рассказал о гуманитарной помощи нуждающимся государствам. Китай предоставляет вакцины и техническую поддержку нуждающимся странам. Доставлено более миллиарда доз вакцин более чем в 100 стран и международных организаций. До конца года в общей сложности мы предоставим 2 миллиарда вакцин и еще 100 миллионов передадим развивающимся странам на безвозмездной основе. Лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки также обсудили и другие актуальные вопросы мировой повестки, в том числе соблюдение прав человека, соглашения по климату и противодействию киберпреступности. По итогам саммита была принята совместная декларация, отражающая позицию стран БРИКС по ключевым вопросам. Президент Ливана утвердил правительство национального спасения. Поиск подходящих кандидатур длился 13 месяцев с момента отставки предыдущего правительства 10 августа прошлого года. 24 новых министра во главе с Наджибом Микати займутся проведением реформ и восстановлением Бейрута после взрыва в морском порту. «Я надеюсь, что вместе с новым правительством мы сможем улучшить ситуацию в стране. Я надеюсь, что мы сможем выполнить желания народа и, по крайней мере, стабилизировать обстановку и вернуть Ливану достоинство и благополучие, если на то будет Божья воля». Премьер-министр заявил, что в новом кабинете министров ни одна политическая сила не обладает блокирующей третью голосов. Кроме того, соблюдено и религиозное соотношение сторон. Из 24 руководителей ведомств 12 являются христианами и 12 исповедуют ислам. За доли секунды спортсмены забираются на четвертый этаж учебной башни. Им нужно обладать скоростью легкоатлета, силой штангиста, ловкостью и гибкостью гимнаста, чтобы показать лучший результат. Это один из этапов чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который состоялся в Караганде. В состязаниях приняли участие команды из девяти стран. На силу, на скорость, на красоту, на то, что показать, как можно спасти вот ребенка четвертого этажа, к примеру, да? Как? Вот с этой лестницей он бежит, это секунды. Представьте, у нас рекорд мировой 12.56. Секунд 12. У нас есть много таких случаев, когда просто спасали людей с этих лестниц, детей спасали. Чемпионами мира стали спортсмены из Белоруссии. Наша мужская сборная заняла третье место после чешской команды. Российские спасательницы завоевали серебро, обойдя чешских коллег, но также уступив сильным белорусским девушкам. Я думаю, что все счастливы, что наконец-таки мы имеем возможность соревноваться, пускай при пустых стадионах, пускай там нет участников, еще что-то, но, по крайней мере, мы соревнуемся, и это здорово. То есть мы можем реализовать то, что мы натренировали. Среди мужчин соревнования состоялись в 16-й раз, у женщин – в 7-й. В Международной Федерации пожарно-спасательного спорта состоит уже 28 стран, и в организации надеются, что скоро этот необычный вид спорта появится и в программе Олимпийских игр. Дизайнерские, лимитированные, колоритные, одним словом, необычные игрушки. Именно такие выбирают своим детям китайские семьи. Молодые родители или просто коллекционеры покупают умные игрушки оригинального вида. Такие фигурки, куклы или плюшевые звери должны обладать целым рядом качеств. Если на полках слишком много похожих товаров, посетители магазина пройдут мимо. Они хотят, чтобы продукция была персонализированной или экзотической, такой, которую они никогда раньше не видели. Еще один тренд в детских магазинах – национальный колорит. Производители отмечают, что наиболее популярны игрушки, которые сочетают в себе новые технологии и элементы традиционной китайской культуры. Новорожденному малышу панды в сингапурском зоопарке исполнился месяц. По этому случаю устроили праздник, на котором объявили, что маленький медвежонок мужского пола. Торжество совместили с днем рождения панды-папы – черно-белого крохи. Кай-кай исполнилось 14 лет. А малышу-сыну имя выбирают до сих пор. Свой вариант может прислать любой желающий. Окончательный выбор из предложенных идей сделают сотрудники заповедников дикой природы Сингапура и соответствующих государственных учреждений, а также представители посольства Китая в этой стране.